очень рад всех вас видеть поверните своему ближнему скажите то же самое надеюсь вы рады друг друга видеть тема у нас сегодня серьезная и трагическая но закончится все хорошо закончится все очень хорошо вы знаете иногда когда я еду по улицам на автомобиле мне в глаза бросаются названия различных мероприятий которые анонсов мероприятий которые будут нашем городе и я очень часто обращаю внимание на название которые используют шоу уральские пельмени вот я не то что поклонник творчества этих ребят вот но не какие-то такие интересные названия дают своим концертам замечали это да и они очень короткие емкие и на что-то похожи и ты сразу раз запоминаешь восстание мужчин да там мы понимаем восстание машины рэй брэдбери да ну и так далее и вот мне как-то привлек привлекло одно название этот концерт был несколько лет назад и он назывался отцы и эти вот отцы эти но про отцов понятно а кто такие эти но чтобы мне как-то вникнуть ситуацию я решил посмотреть немножечко затянуло честно вам скажу вот и и я понял что эти это вот есть отцы а есть вот эти то есть ну мужчины недоразвитые то есть которым отцов не похожи вот там не про детей имеется в виду но на самом деле иван сергеевич тургенев когда писал это произведение отцы и дети он имел ввиду именно детей и там показан образ отца евгения базарова да и показан сам евгений и все что я помню из класса литературы об этом произведении ну вот собственно говоря это имя и фамилию главного героя евгений базаров и такое слово там было страшное нигилизм я помнил что базаров это нигилист вот я прочел что такое нигилизм то это вот это от латинского слова не хил вот молодежное слово не хило видимо от этого произошло вот не хил что значит ничто а не хило это значит ну нормально что то значит да вот нигилизм это философия ставящая под сомнение в крайной своей форме абсолютно отрицающие общепринятые ценности идеалы нормы нравственности культуры и вот базаров был представителем вот этой философской идеи нигилизм поэтому когда ты сопоставляешь название отцы и нигилисты отцы и отморозки говоря современным языком и у меня возник вопрос который волновал тургенева в девятнадцатом столетии вопрос взаимоотношения отцов и детей и эта тема она не новая и эта тема она актуальна во все дни я вам больше скажу что это наверное самое величайшая социальная проблема которая существует сегодня на планете земля которая влияет на очень многие разные сферы жизни общества которым мы живем и вы знаете в нас с вами в каждом из нас мужчине или женщины заложен механизм копирования этот механизм впервые был показан в эдемском саду был проявлен в эдемском саду бытие 1 20 26 говорит что бог сотворил человека по образу своему и подобию своему господь сказал сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему и довладычествуют они над рыбами морскими птицами небесными и так далее то есть был некий штамп некая печать и был некий оттиск который очень был похож на эту печать то есть был штамп и оттиск и адам он жил в идеальных условиях я бы очень хотел хотя бы денек там пожить но думаю возвращаться мне бы не захотелось наверно но все там будем я верю скажи мы там будем однажды как-то вы так не уверенно но если вы не уверены вам надо в это поверить обязательно пока не поздно и он жил в идеальных условиях он жил в идеале климатических условиях он жил в идеальных но я не знаю там каких политических экономических так каких условий тогда еще не было в общем он был совершенен во всем и знаете что он во всем копировал своего небесного отца священное писание говорит что бог он прогуливался там в прохладе дня по саду представьте у вас есть садок малинка там растет картошечка и бог там гуляет вы бы хотели иметь такой сад это сад вашего сердца господь живет в нас да он в нас мы суть храм живущего в нас святого духа господь поместил этот адем в нас слава богу за это меня это очень сильно вдохновляет так вот адам имел эти совершенные отношения с богом и он во всем копировал бога но когда произошел процесс грехопадения процесс копирования остался но дети которые родились после адама они были похожи уже не на бога они стали похожи на кого на адама на адама когда адам вкусил от дерева познания добра и зла знаете как переводится вот дерево познания добра и зла значение вот этого словосочетания это дерево искаженного ока искаженного взгляда я сразу вспоминаю сказку снежную королеву когда тролль он уронил большое зеркало и его осколки разлетелись по всей земле и один из этих осколков попал кому в глаз каю да и он начал воспринимать реальность по-другому так вот адам начал воспринимать реальность совершенно по-другому иначе то есть раньше они были наги ну ходила голая жена рядом не напрягался а а здесь тут что-то произошло ой ты голенькая у меня но это в библии написано вы же все взрослые люди у нас дети на воскресной школе смотри некоторые смеются чего вы смеетесь я же про жизнь рассказываю вам то есть что-то в его взгляде стало иным другим искаженным искаженное восприятие действительности и я вам хочу сказать этот осколок он до сих пор в глазу у человечества мы до сих пор так воспринимаем реальность и окружающий нас мир к сожалению отсюда приходит очень много проблем и поскольку копия была несовершенной я имею ввиду адама все последующие копии были еще более несовершенны потом мы видим что каин убил авеля первое убийство потом еще убийство потом войны технический прогресс и все 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 прочее в общем мы пришли к тому чему мы пришли вы знаете когда я смотрю на бога отца как на отца я удивляюсь каким если можно так сказать о боге попустителем он был но ведь посмотрите на самом деле бог дал человеку всего четыре правила и один запрет четыре правила один запрет он ему сказал плодись размножайся возделывай и охраняй да помните это плодись размножайся возделывай охраняй и один запрет он ему сделал какой не ешь ну просто ведь правильно не кушай и все абдам обладал в этом саду удивительной свободой удивительной свободы бог дал ему просто ну колоссальную свободу действий он мог творить все что он хотел хоть на голове ходить в этом саду но одно единственное правило один единственный запрет он умудрился нарушить поэтому мы с вами здесь сегодня сидим и мучаемся вот я не знаю когда на небеса придем наверное бог всех когда мы будет подводить и мы будем ему говорить слова благословения спасибо тебе адамушка за то что ты меня через земное горнило провел за то что я там столько всего испытал нужду болезни слезы скорби и так далее и тому подобное да нет нам не до этого конечно будет не до адама и мы из подваль копируем наших отцов хотим этого или нет отцов и матерей вот когда я был маленький когда я был маленький я смотрел на своего отца но он там делал не очень хорошие вещи не буду не говорить сейчас и я всегда себе говорил я никогда не буду таким как он я никогда не буду пить я не буду обижать женщин я буду хорошим я говорил себе так но когда мне исполнилось 9 лет я пошел во второй класс второй класс мы сегодня удивляемся почему столько вот среди молодежи там 13 14 лет он там с бычком уйдет курит вот идет шатает его что это такое что за непорядок мне было девять лет мне было девять лет и я впервые научился пить алкоголь во втором классе у нас была сейчас мама моя смотрит это все дело онлайн вот для нее это откровение конечно вот но мы жили в во дворе у нас был такой двор вот где у нас была девушка заводила она была на 6 лет на старше ее звали евгения вот и она учила нас всему такая знаете всему чему только возможно ну в основном всему плохому вот и у нас была такая банда во дворе и вот этой бандой мы напились сладкого вина вот это я помню это был первый опыт в моей жизни 14 лет я пришел домой вы понимаете да то есть я даже не пришел меня привезли потом мне все рассказывали дом ой как стыдно я пришел домой утром я получил хороший втык мама у меня на человек твердый с твердой рукой вот и в принципе когда я получил в зубы я не сопротивлялся да я не мог не мог сопротивлялся знаете что она мне сказала она мне сказал такую фразу олег ты идешь по стопам своего отца ты будешь таким же как твой папа ты будешь алкоголиком его дед был алкоголиком прадед твой был алкоголиком и ты будешь алкашом но она говорил это в сердцах, знаете, плача, у нее слезы текут, она бьет меня одновременно, вот, по мордам. Такое суровое воспитание у меня было. Мама, я знаю, что ты это делала из любви. Заботьтесь о моем будущем. Поэтому я такой хороший вырос. Слава Богу за маму. Ну, она смотрит сейчас, я ей посоветовал, сказал, включи, посмотри. Вот, она живет в другом регионе и смотрит онлайн. Мы из-под валькопируем наших отцов. И вы знаете, есть такая поговорка, если бы не Бог, то не дай Бог, да? И вот, идя дальше, я видел, вот, я точно иду по стопам своего папы. Вот будет вот все так, как мама мне говорила, если что-то не изменится. И мою жизнь радикальным образом изменила встреча со Христом. Вот просто все как отрезало. Я стал другим человеком. Мгновенно, удивительно. Слава Богу за это. Слава Иисусу Христу. И вы знаете, дело в том, что когда сегодня я смотрю на своих детей, они тоже здесь присутствуют, некоторые из них, вот, я смотрю на них, и мне порой что-то в них не нравится. А потом я приглядываюсь, о, узнаю. Да более знакомый образ, та же самая интонация, те же самые слова, та же самая звуковысотность, я не знаю, как это прилепляется, то есть, как это воспроизводится до такой степени. Тебе нечего пенять на самого себя, иди в зеркало попеняй. Это ты. Это ты. Они скопируют, причем, знаете, хорошее, оно копируется как-то, ну, более трудно, что ли. А все вот это, вы понимаете, да? Вы меня понимаете, о чем я говорю? Да. Все честные понимают. А плохое, оно быстро копируется, оно быстро пристает. И вы знаете, в классе, в котором я учился, около половины детей, может, даже больше, пережили развод родителей. Я не знаю, как-то сейчас с этим вроде бы получше. Вот у нас дети учатся в одной и той же школе, и мы вроде бы наблюдаем такую положительную тенденцию. То есть, люди живут полными семьями сейчас. Я не знаю, с чем это связано, но вот тогда, когда я рос, было все как-то тут более печально. Это были 70-е, 80-е годы. Вот я в школу пошел в 80-м году, закончил ее в 90-м. И у нас где-то полкласса, это были дети, которые жили либо с мачехой, либо с отчимом, либо матери-одиночки их воспитывали. То есть больше 50%, наверное. И, безусловно, это накладывало отпечаток на поведение и жизнь детей. И вот нам с вами, драгоценные братья и сестры, необходимо исследовать отношения с нашими земными отцами, в которых формировалась наша личность. Это крайне важно. Это крайне важно. Чтобы выявить того врага, который называется, как вы думаете, как он называется? Он называется сиротский дух, который хочет убедить нас в ложном представлении о самих себе. Почему это ложное представление? Из-за ошибок наших родителей. И когда мы смотрим на наших родителей, у нас возникает ложное представление о Боге Отце. Это искаженный образ дерева искаженного ока, дерева искаженного взгляда. Мы вкусили от неправильных вещей. И когда мы смотрим на вещь правильно, мы думаем, фу, какое уродство! Мы не можем воспринять всю ту полноту, ту красоту, которой Бог является. Из-за чего? Из-за того, что вот это зеркало, разбитое этот кусочек, торчит в нашем глазу. И знаете, мне было сложно на самом деле в первые годы моей христианской жизни воспринимать Бога Отца как Отца. У меня были серьезные проблемы с доверием. С доверием. Вообще было сложно доверять кому бы то ни было. Потому что мне в моей земной жизни было сложно доверять моему Отцу. И вы знаете, для мальчика, для мальчика, ну, братья, которые здесь сидят, наверное, вы подтвердите это. Для мальчика очень важно влияние Отца. И мальчики, как правило, ну, они любят Отцов, ну, так во всяком случае со мной. Если это не так, поднимите руку и скажите, это не так. Они любят Отцов как-то больше, чем... Сейчас я неправильную вещь говорю, мама, но... Но они любят очень сильно Отцов. Очень сильно любят Отцов. Они привязываются к ним. Я помню, когда лежал в больнице, меня отвезли в другой город за 300 километров, мне сделали операцию. И вы знаете, что? Когда я там лежал в этом больничном боксе и плакал каждый день, маленького мальчика отвезли в больницу, ему сделали операцию, ему было страшно. Я вспоминал не маму, я звал папу. Говорю, папа, когда же ты приедешь? И тогда не было мобильных телефонов, некому было позвонить. Заходила злая медсестра, я говорю, что ревешь? Она приносила градусник, вставляла. И вы знаете, я, чтобы проверить твою температуру, и у нас было такое поверье в нашей детской вот этой шайке. Мы говорили, когда только у нас нормальная температура будет, нас обязательно выпишут. А у нас температура из-за того, что сделали операцию, шел воспалительный процесс, она была немножко выше. Знаете, что мы делали? Мы всегда хитрили. Мы набирали немножко температуру, а потом стряхивали градусник. Однажды я его стрес до такой степени, что я его сломал. Я его сломал. Мы поиграли с этой ртутью. Вот как обычно. Кто не играл ртутью со сломанного градусника? Вы такие все умные и мудрые. А я вот был глупый. Но вот там есть у меня соратники в том углу влевом. И когда эта ртуть растекается, ты ее на листочек такой, о, как классно. Еще потрогаешь ее так пальчиком. Но ничего, до сих пор живой, слава богу. Не умер. Вот. Вот. И пришла эта медсестра, мачеха наша. Ты что наделал, Казанцев? Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Как будто я там, не знаю, на кнопку ядерную нажал. Вот. И мне было так стыдно. Я сказал, простите меня, но я хочу к папе. Я хочу к папе. И вы знаете, когда папа приехал, я был просто самый счастливый человек. Меня забирали домой. И приехал папа. Он забрал меня. И я ехал домой. Я думал, сейчас мы приедем домой. Я же не знал, что папа накосячил там что-то дома. Что-то он наделал, натворил. И когда мы приехали домой, мама была не очень рада папе. Она была несчастлива. Вы знаете, нет ничего страшнее и хуже несчастной женщины. Несчастливой женщины. Не несчастной, а несчастливой. Мужья, делайте своих жен счастливыми. Пусть они будут счастливыми. Братья, скажите аминь на это. Вы потом, если вы начинаете замечать, что она такая сварливая, что она такая сердитая, так вы же виноваты. Вы не сделали ее счастливой. Вы не обратили на нее внимание. Вы не явили ей небесного Отца. Ну ладно, это другая тема. Более серьезная, трудная. Но мужчина должен делать свою женщину счастливой. Но это я так понимаю. Я так понимаю. Это в его же интересах. Чтобы ему оставаться в безопасности и покое. И не иметь препятствий в молитве. Слава Богу. И все женщины доскажут. Аминь. Вот уже дружнее как-то я чувствую. Так вы меня так... Аминь, брат. Молодец. Хорошо сказал. Вы знаете, вот проблему мы как бы обозначили. Она существует? Сиротский дух, он существует или нет? Существует. Да, существует. В последние дни, как написано в книге пророка Малахии, в 4 главе, в 5 стихе, Бог обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам. И это станет величайшим Божьим движением за всю историю человечества. На самом деле. То есть, посмотрите, Бог там не сделал какое-то великое пробуждение. Он просто восстановит связь поколений. Он просто обратит сердца отцов к детям и, соответственно, сердца детей, они обратятся к отцам. Мы в нашем молитвенном зале, в Доме молитвы постоянно молимся об этом. Постоянно молимся. Господь, обрати сердца отцов к детям и сердца детей к отцам. Господь сделай это. Сделай это. Сделай это снова. Сделай это посреди нас. Это очень важная молитва. И вы знаете, в каком-то смысле, ну в прямом смысле, на самом деле, речь здесь идет об Иоанне Крестителе. Вот если посмотреть богословски на эту вещь, то речь идет об Иоанне Крестителе. Иоанн Крестителю, Иоанн Притеча, мы его еще знаем, он был тем, кто подготовил, готовил сердца израильского народа к встрече с царем царей и Господом господствующим. То есть в Луки 1.17 Иисус цитирует Малахии 4.5, и Он говорит, что Иоанн Креститель именно тот Илья, который приготовит сердца отцов и сердца детей для того, чтобы они обратились друг к другу. И вы знаете, Иоанн, он не был отцом вообще. Он жил в пустыне, и опыта отцовства у него не было. Я вижу, там отец и сын спят, не спать. У него не было опыта отцовства, он был неопытен в этом. И что же делал тогда Иоанн? То есть он не проводил курсы «Как стать хорошим папой». Кстати, хорошее название для курса. Я вот не видел таких курсов. Вы видели такие курсы, нет? «Как стать хорошим отцом», нет? Ну вот «Как стать хорошей мамой», наверное, есть там. Как там… А? Очень много таких курсов? Вот. Оказывается, есть. Но, во всяком случае, опять же, ориентируясь на ту рекламу наружную, которая у нас есть, я не видел там таких курсов «Как стать хорошим отцом», не видел. Вот. Тони Робинсона видел «Как стать хорошим отцом», не видел. Вот. Там «Уральские пелемени» видел, «А как стать хорошим отцом», опять же, не видел. И… Ну, кто из вас проходил такие курсы «Как стать хорошим папой»? Да никто. Где эти курсы, Юль? Ты про что говоришь? Нету таких курсов, мне кажется. Она про мамам говорит. О, она про мамам говорит, правильно. «Как стать хорошей мамой» – очень много. «Как стать хорошим папой» – нет. Несправедливо, согласитесь? Ну так вот, Иоанн таких курсов тоже не проводил. Но в чем же заключалась функция Иоанна? Послушайте, это очень важно. Его функция заключалась в том, чтобы приготовить сердца людей к встрече. С Отцом Небесным. Он указывал на Бога Отца. На Бога Отца. Вот в чем была цель Иоанна. И наша цель с вами, как родителей, я понимаю, я сам отец, и я очень хочу благополучия для своих детей. Вы хотите, чтобы ваши дети, они были благополучны, успешны, да? Чтобы в их жизни все срасталось, чтобы у них не было никаких проблем, чтобы они были защищены от всякого рода зла, мы же молимся об этом, да ведь? Вы молитесь за своих детей, да? Если не молитесь, начните, в конце концов, за них молиться. Вы увидите, что что-то поменяется. Но они могут вырасти нравственными, хорошими, добрыми, воспитанными, образованными. Но не это главное. Главное заключается в том, будут ли они знать своего Небесного Отца или нет. Укажем ли мы им путь и дорожку? Покажем ли мы им Бога, как Бога? Вот в чем наша основная функция, как отцов и матерей. Показать детям Бога. Мы в большей степени заняты тем, чтобы у них все в жизни сложилось. Музыкальными школами, там, я не знаю, чтобы они хорошо питались, не были толстенькими, худыми и так далее. Там, что, чтобы у них было хорошее окружение обязательно. Чего еще? Какие еще? Юля, что ты же знаешь? Расскажи. Запуталась она. Не знаю. Но мы этим озабочены или нет? Скажите. Да, некоторые озабочены, слава Богу. Вот, если кто-то не озабочен этим, вам стоит этим озаботиться все-таки. Надо заботиться о детях. Вот. Но не это главное. И это нас, к сожалению, заботит в большей степени. Чем то, чтобы приводить детей в Божье присутствие. Показывать им Бога Отца. Мы думаем, почему им зачастую скучно в церкви? Почему им скучно? Да потому что им не нужны правила. Им нужна реальность Божьего присутствия. И я вам хочу сказать, если они соприкоснутся с Богом, это будет такое удивительное поколение. Поколение, которое не пойдет на компромисс. Поколение, которое, я не знаю, поставит этот мир с головы на ноги. Нормально сделает все. Мы нуждаемся в таком поколении, согласитесь? Мы зачастую очень с вами похожи на Иезекию. Помните такого царя в Иудее? Когда Исаия пришел к нему и сказал, за то, что ты сделал так и так, все, конец тебе, конец твоему царству. Иезекия заплакал, говорит, ну, Господи, ну, пожалуйста, ну, не надо, ну, не делай так. Он говорит, ну, хорошо, в твои дни не будет. Но все твои дети будут отведены в плен, в рабство. Иезекия перекрестился, сказал, слава тебе, Господи, не в мои дни это случится. Не в мои дни, вот такое ощущение, вот с глаз долой, с сердца вон. Ну, вот выросли, мы вас воспитали, родили, образование дали, все, идите отсюда. Делайте, что хотите. Нет, у нас должно быть духовное наследие. Не просто плоть от плоти, а наследие духовное. Наши дети, они должны быть продолжением того, что есть в нас. Помните, как Павел говорил о Тимофее и о бабке его Лаиде, и о матери его Евнике? Вы помните? Помните или нет? Да. Это наследие должно сохраняться из поколения в поколение. В бабушке была вера, потом вот в Юлиной бабушке была вера. Сейчас здесь Юля. После Юли будет Лиза, будет Риша. Будут же, да, Юль? Сегодня ты у меня главный буфер для общения. Это должно передаваться из поколения в поколение. А ответственны за это мы с вами. Я немножко отвлекусь от общей цепи повествования. Просто есть вещь, которую я хотел бы вам напомнить. Я ее вспомнил, считаю, что нужно вам об этом рассказать. Вы помните Даниила, да? Сидраха Мессаха Евдинага. Кто читал об этом? Читайте Священное Писание. Вот. Читайте Библию. Так вот, Сидрах, Мессаха Евдинага и Даниил, они были отведены в Вавилонский плен. То есть они были пленены где-то в 4 веке до нашей эры, в 586 году, или где-то в середине 4 столетия до нашей эры. Они были отведены в Вавилон. И вы знаете, что эти юноши, вот у меня вопрос возникает, а как так? Вы знаете, слово юноши говорит о том, что они были в подросткового возраста. То есть они были совсем молодые. Им было там 14-15 лет. Но как эти юноши, они могли противостоять вот всей вот этой вавилонской системе? Мы же знаем, что мир, который вокруг нас, это Вавилон. Согласитесь? Со своим интертейментом, со своими образами, которые нам постоянно навязываются через рекламу, через интернет. Так ведь? Кажется, что детей просто не спасти от этого. Поэтому мы их ограничиваем. Но я вам хочу сказать, нужно сделать другую вещь. Как сделали родители Даниила, Сидраха, Мессаха и Евдинага. Когда-то они услышали пророчество Иаиля, они потом услышали пророчество Сафонии и услышали пророчество Иеремии, что грядут тяжелые события для Израиля. Единственный способ выжить в это время – это оставаться в присутствии Божьем, быть верными Богу, исполнять Его заповеди. И они в этом наставляли своих детей каждый день, постоянно. И поэтому у этих подростков был внутренний стержень, было внутреннее противоядие против всего того, что вокруг находилось. Поэтому когда Навуходоносор сказал, вы должны кушать от моего стола, а там были вина и всякие явства, принесенные идолом, они сказали, мы оскверняться не будем. Посмотрите, это подростки, в которых высокий дух был, которые не пошли на компромисс с этим миром, и им это чего-то стоило. Вы знаете, дело в том, что мы когда это читаем, ну это как-то так все просто, да? Но я вам хочу объяснить, что ситуация-то была непростая. Во-первых, они были взяты из обычной среды, в которой они росли и помещены совершенно в чужеродную среду, во вражескую, в агрессивную среду они были помещены. Они были молоды, их отделили от родителей, они были отделены от богослужения и помещены в совершенно другие религиозные обряды и все прочее. Еще одна вещь, которую сделали с этими юношами, они были евнухами, и их лишили наследия, их оскопили и Даниила, и Сидраха, и Месаха, и Авдинага. Вы понимаете, когда с тобой в подростковом возрасте вот эта цепь событий происходит, можно сойти с ума, согласитесь? Согласны со мной? Но эти ребята, они сохранили высокий дух внутри, высокий дух внутри. Они могли смело сказать, мы не будем вкушать явство с царского стола, мы не будем поклоняться тебе на ухо, Доносор, идолу, который тебя олицетворяет. Господу Богу одному поклоняйся и ему одному служи. Это величайшая смелость, согласитесь? Идти против всей системы. Почему эти подростки были такими? Да потому что их родители научили этому. Родители их научили этому. Это то, чему мы должны научить наших детей. Скажите аминь на это, пожалуйста, не молчите. Мы же Слово Божие проповедуем, Евангелие, так ведь? Давайте дальше пойдем. Итак, нам необходимо с вами расправиться с сиротским духом и принять духа усыновления. И, как я уже говорил, основной проблемой, наверное, одной из самых крупных и больших проблем современности является не проблема экологии, не проблема экономики, но это проблема взаимоотношений отцов и детей. И кто такой сирота? Сирота – это человек, лишившийся единственного или обоих родителей в связи с их смертью. Но, вы знаете, у нас сегодня есть такой термин, который называется социальное сиротство. Да, вот Игорь знает. Где Игорь? Да, Игорь здесь. Социальное сиротство. И большинство сирот, которые находятся в наших детских домах, это так называемые социальные сироты. Социальные сироты. То есть это дети, которые имеют живых родителей, но при этом они, эти родители, о них не заботятся. Которые о них не заботятся. И я говорил, что эта часть будет грустная, но потом будет веселая. Потерпите немножко, ладно? Мы обозначаем проблему, а потом мы с вами укажем на выход из этой проблемы. Если у нас сиротский дух, вот я бы вас оскорбил бы такой формулировкой. Подошел бы к кому-то из вас и сказал, слушай, я чувствую, что в тебе есть этот дух сироты. Обиделись бы вы или нет? Да какой ты что? Я вырос в такой прекрасной семье, в такой замечательной. Ты знал бы, кто мои родители? Я такой нормальный парень, у меня вообще все хорошо. Всегда все в жизни было. Но я вам хочу сказать, в какой бы благополучной семье вы не выросли, если мы не получаем запланированное Богом идеального наследия, то мы сироты. И какие бы хорошие родители ни были, они не могут дать всей этой полноты. Мы всего-навсего люди, друзья. Но где дети могут это получить? В Божьем присутствии, общаясь с Богом, как с Отцом Небесным. И там, где есть сиротский дух, он идет всегда рука об руку с двумя вещами. С гневом и осуждением. Гнев и осуждение. И я вам хочу рассказать еще одну историю. Я сегодня о своей жизни рассказываю. Кто-то ко мне подойдет после сожи и скажет, ну, Олег не знал, что вот так вот у тебя в жизни было. Иногда я рассказываю, ко мне потом подходят и говорят, ну, интересно, интересно. Вот, слушайте еще одну историю, расскажу вам. В 1993 году я поехал к своему отцу, я решил посмотреть на него, мне было 20 лет тогда. Я уже начал ходить в церковь тогда, но был в таком состоянии, как, знаете, верующие-неверующие. Я одной ногой был в Божьем царстве, а другой ногой, другая нога тянула меня в мир очень сильно. Я проповедовал Евангелие за бутылочкой своим друзьям. Я говорю, интересно, ты излагаешь. Знаете, это то, о чем Павел говорит, как бы проповедую другим самому остаться недостойно. Ну, я был вот такой плотской верующий, так скажем. И я поехал к своему папе, надо же было проведать его. Я не видел его 10 лет. Когда мои родители развелись 10 лет, я решил к нему поехать в тот город, где он жил. И когда я приехал, это очень сильно подкосило меня, когда я увидел его. Я увидел опустившегося человека. Он и тогда, когда уезжал, был не в самом лучшем виде. А здесь я увидел совершенно пустые глаза, совершенно неухоженного человека. И когда я увидел, мое сердце просто сжалось от боли. Я очень сильно расстроился. И знаете, что я сделал? Я разгневался. Я думал, ну как так? Почему вот мне вот с батей так не повезло? Почему у других родителей, как родители, нормальные все, а у меня вот как... Из детского сада не он меня забирал, а я его забирал все время. Я вел велосипед и папу. А воспитатели меня перекрещивали, говорили, ну давай, Олежа, дойди до дома. И это все откладывается как-то, знаете, и... Раньше, когда я вспоминал об этом, я всегда так... Всклипывал. Это болью внутри отражается. Я вам хочу сказать, для кого-то я это рассказываю, вам это непонятно. Вам это непонятно. Почему? Ну, может, вы выросли в благополучных, нормальных семьях. Ну, у меня тоже очень хорошая мама. Она как могла, как женщина, воспитывала меня. Но вот с отцом у меня были какие-то вот такие вот проблемы во взаимоотношениях. И я с одним пастором разговаривал. Говорю, слушай, а он из верующей семьи, и там целая династия, поколение. Я говорю, как здорово, что ты вырос в семье верующих родителей. Он говорит, почему это? Я говорю, ну, вы избежали всех тех многих проблем, которые были у нас. Он говорит, а какие у вас проблемы? Он даже не понимает. Он не понимает, о чем речь идет. Нам сыт и голодного не поймет. А во мне это отражалось с болью. Сейчас я об этом говорю совершенно спокойно, потому что я прошел этот процесс исцеления, изменения, освобождения. Но это был очень болезненный процесс, скажу вам честно. И сейчас я очень тонко ощущаю людей вот с подобными проблемами. Вот с этим духом сироты я прямо ощущаю, это у меня внутри все щемить начинает. И раньше я задавал вопрос, боже, зачем ты это все делаешь со мной? Почему так все вот это было? А теперь я понимаю, зачем. Для того, чтобы подать руку помощи тем, кто в этом нуждается сегодня. Те, кто имеет то же самое, те же самые проблемы, что имел я когда-то. Я вам хочу сказать, если Господь проводит вас через определенные испытания, для чего Он это делает? Для того, чтобы вы стали ответом, возможно, на какую-то чужую нужду. Возможно, это очень великая цена, которую вы платите. Но оно того стоит, я вам хочу сказать. Вы реагируете как-то, да? Это пастор Виктор, знаете, профессионально. Он проповедует, он говорит. Он себя легко в этом чувствует. А я-то петь привык, а не говорить. Так что вы давайте реагируйте как-то. Поддерживайте меня. Говорите, что я хороший. Скажите, ты нормально проповедуешь, парень? Мы тебя слушаем. Да вы меня слушаете? Слава Богу. Вот так вот. Хорошо. Теперь я чувствую, что вы со мной. А то во мне дух сиротства взыграл вдруг. Я почувствовал себя одиноким здесь. И вот, когда я приехал к отцу, у нас было с ним определенное общение, разговоры всякие. Мы с ним общались. И вам вообще интересны эти истории? Мы общались с ним. Ну, как это сложно было назвать общение. Он говорит, Олежка, дай денег. Олежка, дай на фуфырик. И я меня это так возмущало и злило. Я говорю, я к тебе приехал. Я 10 лет тебя не видел. А ты у меня просишь денег на фуфырик. Как тебе не стыдно? Я увидел женщину, в которой он живет. Увидел квартиру, в которой он живет. Мне до того это тошно было. Мне было плохо от этого. Ужасно плохо. И я злился на него. И когда я с ним разругался, это было проявление гнева. Был смешной случай такой. Мы стояли в очереди в магазине. А я был плотской верующий, я вам рассказывал. И раньше очереди были очень длинные. Помните? В начале 90-х. Особенно за хлебом. И там была длинная очередь за хлебом. Большая. Я взял хлеб и миновал всю очередь. И знаете, как отец мой отреагировал? Молодец. Весь в отца. Вот понимаете? Механизм копирования. Я скопировал то, что он делал всегда, то, что я видел. Когда мы посещали с ним разные винные лавки, мы были в отпуске как-то в городе Новороссийск. Я знал все точки винные этого города. Да. И я маме говорил, мама, как это здорово. Папа пьет и не пьяняет. Ну, видимо, южные вина как-то это было. Это была радость ребенка. Я вам хочу сказать, это была радость ребенка. Я радовался, что папа не ставит нас в какие-то дурацкие ситуации. А мы всегда попадали за него в дурацкие ситуации. В идиотские ситуации. Мы все заканчивали всегда позором каким-то. И мне было это очень сложно выносить. Честно вам говорю. Честно. Однажды я в садике побил мальчика, который говорил, твой папа сантехник, и он бухарик. Я взял его за грудки. И я бил его очень сильно. Я сказал, мой папа шофер. А он не был шофером, он был сантехник. А шофер это была престижная специальность. Я хотел, чтобы мой папа был шофером. Я говорю, мой папа шофер, а ты все врешь. Я бил его и бил со стервенением. Хотя понимал, бьют и напрасно. Ведь он говорит правду. А эта правда мне не нравится. И когда мы стали с ним общаться, я поругался с ним. И мы с ним практически после не общались. Я так и уехал, не простившись с ним. Но, когда я покаялся, я понял одну вещь. Насколько я сильно был неправ по отношению к нему. Я не заметил одной вещи. Когда я приехал, он побрился. Он захотел навести порядок в своем доме, в своей квартире. И мне было неприятно, что он заставляет меня там что-то ему помогать. Я сказал, какое право ты имеешь меня заставлять что-либо делать? А я просто не хотел. Мне было лень, понимаете? Мне было просто лень, и все. И ради того, чтобы оправдать свою лень, я разругался с ним и оставил его. И даже с ним не встретился. Это был последний раз, когда я видел его живым. Последний раз. Когда я покаялся, я понял. В исход 20 главе там написано, в 12 стихе, почитай отца и мать. Почитай отца и мать твоих. Для чего? Для того, чтобы быть долголетним на земле. Мы должны чтить своих родителей, братья и сестры, какие бы они ни были. Как бы ни сложна была бы эта задача. Их нужно почитать. Это вот я сейчас задним умом. Один мой друг, он встретился тоже с отцом спустя многие годы. И он так негативно, мы были в церкви, негативно отозвался о своем отце. Сказал, ну, мне не нужен такой отец. Он вообще, он такой, нехороший, плохой. Может быть, это стопроцентная правда. Но я ему сказал, после того, как мой отец погиб, совершенно глупо погиб, он переходил, пешеходный переход в пьяном виде, его сбила скорая помощь. И он умер на месте. Так глупая смерть была. И знаете, я очень сильно переживал за смерть отца. И я ему сказал, пока твой отец жив, почти его. Какой бы он ни был, почти его. Ну, не знаю, чем вся эта история закончилась. Как бы мы всегда сильны задним умом. Всегда сильны. Я думаю, вот если бы сейчас, я бы эту ситуацию совершенно по-другому, все было бы по-другому, все было бы иначе. Я бы сделал все по-другому. Но поезд уже ушел. Еще, знаете, почему мы должны чтить своих родителей? Бог не ошибся, когда я родился в семье Казанцевых. Когда я родился в Черновском роддоме города Читы. Он не ошибся. Он не ошибся, что я родился у Валерия и Анны Казанцевых. Это не было ошибкой. Псалом 138, 18 говорит, что «Ты знал меня еще до того, когда появились начальные пулинки Вселенной. Когда еще ничего не было. Я уже был в его мыслях. Я уже был в его сердце. Он уже планировал место моего обитания, место моего рождения. Он знал моих родителей по имени. Он всезнающий Бог. Это была не случайность, братья и сестры. И мои родители не случайны. Поэтому я сегодня благодарен Богу за того отца, которого я имел. Я благодарю Господа. И когда я стал так делать, вы знаете, я стал замечать много позитивных качеств в нем. До этого я видел только негативное, только плохое. И уже будучи верующим, я думаю, какой он плохой, какой он вообще, что он нам всю жизнь испортил. Если бы не он, я бы вообще был бы другим. Я бы таким вот классным был, как пастор Виктор. У меня бы не было вообще никаких проблем. Но сегодня я благодарю Бога за своего отца. Слава Богу за него. Слава Богу за него. Я бы хотел вам прочитать признаки сиротского духа. Хотите послушать? И вы просто отметьте те из них, которые отзываются в вашем сердце. Я запомнил, запомнил, и у меня получилось несколько штук. Я быстро прочитаю вам. Во-первых, эти признаки проявляются в следующем. Успех моих братьев и сестер вызывает у меня желание отбодрить их, одобрить их, но при этом сказать что-то критическое, ироническое. Вот этот пункт я для себя отметил. Это точно про меня было. Вот, не знаю, как вы. Вот. Когда мне удается сделать что-то духовно ценное, я чувствую лучшее расположение Бога к себе и большую близость с Ним. Но это как бы оправдание делами, да? Чувствую, что Он меня больше любит. Дальше, следующий пункт. Я трудоголик и получаю большое удовлетворение в тех случаях, когда другие ощущают только усталость. Следующее. Я ловлю себя на том, что люди перестают быть мне интересны тогда, когда они перестают служить успеху дела, которым я занимаюсь. То есть, если ты не со мной, пошел вон, с глаз долой, с сердца вон. Вот. Если мне что-то не удается, то я быстро прихожу в раздражение и гнев. Да? Я воспринимаю чужой успех и лидерство как вызов и намек на мою собственную несостоятельность. Мне требуется постоянная занятость. То есть, постоянно что-то надо делать, постоянно что-то надо делать, постоянно, постоянно. Я вот некоторым людям, вот и в служении, у нас были такие люди, я им говорю, остановитесь же вы, не делайте ничего, горшочек не вари, горшочек не вари, успокойтесь, остановитесь, пожалуйста. Они, нет, нет, мы будем все делать, что-то вот постоянно они себя какими-то, да отдохните, позанимайтесь ничего не деланием, пять минут. Вы, по крайней мере, мозг включите и поймете, что, да, игра не стоит свеч. Я чувствую, я часто чувствую себя одиноким посреди собрания близких родственников и друзей. Мне очень сложно видеть себя духовным родителем, опекающим кого-то другого. Мне более сложно контактировать с людьми на эмоциональном уровне, чем работать вместе с ними. То есть, пусть работает, но молчит. пусть лучше заткнется и не лезет к мне со своими проблемами. Дальше. Мне не трудно видеть и потом меня не трудно задеть и потом мне стоит больших трудов освободиться от обиды. Выйти из пещеры опять в открытое общение. Вот есть такие люди. Ты что-то маленько ему сказал, он все. не преступник крепкого города этот брат или сестра. Хотя твое отношение на ино яйца выданного не стоит. Вы замечали такое, да? Нет? Только я. Мне трудно быть в подчинении, гораздо легче действовать в стиле кот, который гуляет сам по себе. И все коты пусть помяукают. Когда я слышу свидетельство о том, что кто-то так глубоко повлиял на мою жизнь или был благословением, то я внутренне всегда надеюсь, что дальше прозвучит мое божественное имя. Я не часто могу расслабляться даже среди близких друзей и родственников. Сидит такой комок сжатый, да? Когда другие падают, я испытываю смешанное чувство сожаления и удовлетворения одновременно, хотя никогда этого не показываю. Я очень плохо переношу, когда кто-то заступает на мою территорию, не влезая, убьет. Я не уверен в своих духовных дарах и служении, которые я веду. Я перфекционист. Иногда даже сам вижу, что до глупости. Я часто испытываю чувство неудовлетворения и мне приходится бороться с различными соблазнами, одолевшие меня в это время. У меня есть два списка грехов. Те, в которые я сам съезжаю и те, которые меня не искушают. Поэтому я сочувствую тем, кто грешит по первому списку и осуждаю тех, кто грешит по второму. Ну, в этом-то я. А вот ты, грешник несчастный окаянный. Мое чувство покоя в огромной степени определяется тем, находится ли ситуация в моей власти, под моим контролем. Мне трудно открываться людям в том, что меня по-настоящему волнует. Поэтому я открываюсь им только безопасным для меня, сторонами своей души. Ну, вот, я это перечислил. Ну, вот, может быть, что-то для себя вы отметили или не отметили. Если вы не отметили, вы просто совершенные и удивительные люди. Я рад с вами общаться. Вот, я сам с собой здесь разговариваю. Вот, сам себе проповедую. пара пунктов точно кого-то задели. Так ведь? Я не буду тут делить. Кого задели все 22? Мне жаль этого человека, честно скажу. Кого задела только половина, а кого задел только один или два? Ну, какой-то из пунктов нас точно касается. так ведь? И вот мы прочитали с вами об этих признаках сиротского духа и любая семья, которая имеет эти вещи, она ну, дисфункциональна. То есть, она не выполняет функции, которые она должна выполнять. И список наших внутренних потребностей велик, но родители, к сожалению, не всегда могут их восполнить, эти потребности, и как следствие готовится почва для отгрожения от родителей. Вы не можете восполнить мои нужды? Ну, и катитесь вы. Желание быть независимым, оно возрастает. И человек жаждет признания у других людей. То есть, девочки ищут любви на стороне, мальчики ищут каких-то компаний, и люди отвергают всякую коррекцию. Тот, кто пытается человека скорректировать, он становится врагом номер один. Человек с подобными симптомами, он испытывает трудности с партнерством, и он не признает начальство. Хотя под руководством он мог бы достичь гораздо большего, чем действовал в одиночку. Есть и другие вещи, которые сопровождают нас. Это некоторые вещи, которые передаются из рода в род. Это травмы, трагические события. Кто-то, когда я общаюсь с людьми, они мне рассказывают о своей жизни, или я узнаю о каких-то событиях из их жизни, мне становится страшно. Я думаю, как вообще такое с людьми могло случиться? Там домашнее насилие или еще что-то, да? Думаешь, разве такое вообще возможно? Я думаю, у меня-то вообще все в порядке было по сравнению с ними. Я-то вообще счастливчик, так ведь? И, как я вам уже говорил, вот есть вещи, которые переходят из рода в род, да? Вот опять же говоря о себе, в моем роду, в моем роду мой папа пил, мой дедушка пил, последние его слова перед смертью, вот за секунду до того, как он умер, он обратился к моему двоюродному праду и сказал, Серега, дай пиво, и умер. Мой дедушка умер, мой прадед умер, все мои дяди, мои дяди по материнской линии, они тоже умерли противоестественной смерти в результате, неестественной, противоестественной, из-за алкоголизма, из-за алкоголя. То есть, это настоящим бременем лежало на нашей семье, но я свободен. Я свободен, словно птица в вышине. Слава Богу! И это не благодаря моим усилиям произошло, я вам честно скажу, я делал все усилия в обратную сторону, но Бог освободил меня, и я очень этому рад. Есть травмы, которые происходят с нами, и я опять же вам о своей жизни, а сегодня история моей жизни. Однажды, когда мне было 12 лет, я шел домой с маминой работы, тогда была еще программа «Время», кто помнит программу «Время», в 20.30 она начиналась, я шел домой, и вдалеке я увидел парня, и знаете, я четко знал, что сейчас что-то произойдет негативное, плохое, это было такое внутреннее предчувствие. До него было еще метров 150, и я мог свернуть, но я же был смелый мальчик, и я пошел ему навстречу. Я не знаю, что потом произошло, очнулся я на снегу, не знаю, сколько я лежал на этом снегу, как я дошел до дому, когда я пришел домой, посмотрел в зеркало на себя, у меня были такие маленькие прорези в глазах, глаз не было, вот такие были разбитые губы, везде лицо было один сплошной синяк. В общем, он меня очень сильно избил, просто так, просто так, вот просто так. И потом пришли мои родители, и они сказали, что с тобой случилось, я сказал, да так упал, просто шел и упал, и так сильно опух, но опять же мама, она дожала меня и сказала, что случилось, я ей все рассказал, они вызвали милицию, вызвали скорую, меня увезли, и потом этот парень пришел ко мне в больницу, никого не было вокруг, а он был на 6 лет старше меня, он готовился к армии, и он сказал, слушай, ты напиши, пожалуйста, что ты меня прощаешь, мне надо, говорит, в армию уйти, мне было так страшно, и он сказал, если ты не напишешь, что ты же знаешь вот таких мальчиков, вот таких мальчиков, вот таких, ты же выйдешь отсюда, ты потом опять сюда ляжешь, и мне было до того страшно, мне было до того страшно, я чувствовал такое одиночество, такое сиротство в тот момент, я это рассказываю не для того, чтобы вас разжалобить, я просто рассказываю вам историю своей жизни, что есть вещи, которые травмируют нас, есть потери, которые нас травмируют, и мне было очень страшно, я думал, почему я такой незащищенный, почему мне так плохо здесь, я понял потом, что надо защищаться всегда самому, когда эта компания потом в школе ко мне подошла, я ударил первым, и больше ко мне никто не приставал, но это не руководство к действию, конечно, я не учу вас, что так нужно поступать, но я подумал, что нужно защищать себя каким-то образом от того, что происходит. Хорошо, список наших внутренних проблем велик, мы их обозначили, но, может даже я затянул с этим, но теперь давайте поговорим о том, как выйти из этой проблемы. Сейчас начинается радостная часть, скажи, радостная часть, радостная часть, радостная часть. В Исаии 49, 16, написано, что Бог начертал нас на своих дланях, и мы всегда перед его глазами. Скажи своему ближнему, ты всегда перед его глазами. Он всегда смотрит на тебя. До этого, выше стихом, Писание говорит, что даже если бы оставит ли мать свое грудное дитя, но даже если бы она так сделала, то я не оставлю тебя. Я не оставлю, я тебя начертал на своих дланях, и ты всегда перед моими глазами. Бог всегда смотрит на нас, Он приглядывает за нами, да? Слава Богу! Он думал о нас, как я уже говорил, когда нас еще не было, Псалом 138, 17. Его глаза видели наш зародыш, когда Он был образуем в утробе наших матерей. Он знал о нас абсолютно все до начала творения этого мира. Слава Господу! И Он планировал наше будущее. Послание к Римлям 8, 29 говорит, что Бог нас призвал, предизбрал, предизбрал. В этом есть величайшая тайна. Я до сих пор не понимаю, почему Он меня-то избрал? Ведь есть люди гораздо умнее, ведь есть люди гораздо лучше. Но почему меня-то Он избрал? Не знаю, тайна. Он Бог, что хочет, то и делает. Взял, выбрал Олега Казанцева. Или Руслана Новоселова. Вот думаешь, так чего вот Он его избрал? Ну, захотел и избрал. И слава Богу за это. Слава Иисусу! Взял и избрал тебя. Он Господь. И когда мы начинаем жить свыше, когда мы рождаемся свыше, наша жизнь, она начинается с чистого листа. Я очень хорошо помню тот момент, когда я родился свыше. Во мгновение ока все в моем мировоззрении изменилось. Как будто кто-то вытащил этот осколок из моего глаза. И я стал видеть четко и ясно, как сейчас на вас смотрю. И это то, что происходит с нами, когда мы рождаемся от Бога. Ты ощущаешь невиданную, невероятную свободу. Ты понимаешь, что ты спасен, что Иисус это реальная личность. И тебе не нужно доказывать, что Он существует. Ты понимаешь, Он есть. Ты знаешь, потому что ты знаешь, потому что ты знаешь, что ты знаешь. Вот и все. Он есть. Он есть. Я не знаю, как это объяснить людям, но Он есть. И я это понял в момент рождения свыше. Если ты еще сомневаешься в его присутствии, в его существовании, тебе просто свыше надо родиться. Знаете, нам не столько пробуждения нужно, нам возрождения в большей степени нужно. Нам надо бы свыше родиться некоторым из нас. Свыше от Бога. И тогда многие из проблем они просто отпадут. Просто отпачкуются. Господь, наше рождение не случайно, Он заранее знал весь наш путь. Он заранее принимал все решения в отношении нашей жизни. И последнее решение, которое Он принял, Он отдал Своего Сына ради нас. Не чудесно ли это, братья и сестры? Наше рождение с вами не случайно. И Он даровал нам Духа усыновления. В Иоанна 1, 12, 13 написано, а тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть называться и быть чадами Божьи, которыми ни от крови, ни от плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились. Он дал нам Дух усыновления. И всем этим Духом мы взываем изнутри Аваочи. В 1 Иоанна 3, 9 написано, что когда мы рождаемся от Бога, мы становимся в позицию такую, как будто бы никогда мы не грешили. Писание говорит, верующий в Него не грешит, потому что семя Божие в Нем пребывает. Когда ты родился свыше, Бог тебе все просил. Слава Богу! Некоторые думают, люди, да нет, ну как он мне все простил? Каким образом он мне все простил? Я столько всего сделал. Родился свыше, все, невиновник, невиновник. Скажи, невиновен, прощен. Слава Богу! Господь даровал нам ментора Духа Святого, который наставляет нас, который учит нас. Конечно, у нас бывают проблемы, так ведь? Проблемы с нашей душой. Псалмопеев взывает и говорит, что ты унываешь, душа моя, что смущаешься? У кого сегодня душа смущается и унывает? Есть такие? Пусть Господь вас благословит. Господь говорит, Псалмопеев потом говорит, уповай на Господа, уповай на Господа, тебе прощены все грехи, ты свободный человек, уповай на него. Вы знаете, Бог дал нам духа усыновления, и я вам хотел бы рассказать, вот у нас еще есть немножко времени, об усыновлении по римскому праву, ибина это имеет в виду апостол Павел, когда говорит об усыновлении, что из себя представляло усыновление по римскому праву. Во-первых, усыновленный ребенок терял всю связь с его биологическими родителями, но получал полные права как ребенок в новой семье. Он считался человеком, вошедшим в новую жизнь с нуля. При этом биологические дети по римскому праву, над ними имел полную власть их отец. И они могли не унаследовать всего того, что имел отец. Они могли даже продать своего ребенка. И это было нормально. Во времена онравы, да? Слава Богу, что сейчас детей нельзя продавать. Он считался человеком, вошедшим в новую жизнь с нуля. Он становился полноценным наследником. Даже если потом у родителей, у сыновейших его рождались следующие дети, его право наследования никто не мог отменить. Более того, по римскому праву наследование начиналось при жизни существующего владельца имуществом. Это означало, что сразу по усыновлению ребенок получал право пользоваться и быть сонаследником всего, чем владели его новые родители. Все его прежние обязательства были полностью аннулированы в момент усыновления. Например, все его долги и обязательства теряли силу. Так, как бы их никогда не существовало. Слава Богу за духа усыновления. Это то, что с нами сделал Господь. Все то, что принадлежит ему, принадлежит нам сегодня, братья и сестры. И это чудесно. Мы стали наследниками Божьими. И я хотел бы перечислить несколько подарков от Бога, которые имеет каждый сонаследник Божий. Во-первых, во-первых, мы прекрасны в его глазах. Ты скажи своему ближнему, ты прекрасен в глазах Бога. вне зависимости от того, что ты видишь в зеркале. Ты прекрасен. Я помню, как пастор когда-то шутил в 90-е, он всегда говорил, вот Бог нос на семерых нес, а тебе достался. Ничего, это божественный нос. Ты орел в Царстве Божьем или орлица. Ну что, полноматы слегка. Ну ничего, хорошего человека должно быть много, ничего худого в Царство Небесное не войдет. Слава Богу, что ты такой. Чудесно. Чудесно. Итак, мы прекрасны. Священное Писание об этом говорит. Мы прекрасны в глазах Божьих. И это не значит, что Бог не будет нас корректировать. Нет, совсем нет. Он будет нас корректировать в соответствии с тем намерением и с той волей, которую Он имеет о нас с вами. Бог видит конец, Он видит перспективу, того, кем ты должен быть. Ты не Вася Спичкин, а Василий Огнев. Понимаете в глазах его? Ну, это так. Примерно. И в этом заключается парадокс благодати, когда невеста, она взывает к Богу и говорит, обращается к своему жениху. Я черна, солнце опалило меня, внешние вещи на нас влияют, но я прекрасно, красиво в твоих глазах. Бог всегда на нас смотрит, только мои хорошие, мои любимые. Да, его любовь не сорадуется неправде. Когда ты делаешь неправду, он просто не радуется, он огорчается. Но он не злится. Он не заканчивает с тобой. Он принимает меры к изменению, к исправлению из-за любви, братья и сестры. Да? Потом, ты фаворит и любимчик в его глазах. Повернись своему ближнему и скажи, ты фаворит и любимчик в его глазах. Ты фаворит и любимчик в его глазах. Его сердце, оно огромное, и оно может вместить всех. в моем сердце было способно вместить троих детей. Вот Валеры пятерых, у Виктора четверых, у меня три. А Бог может всех нас вместить. И фаворит это не значит, который впереди всех. Фаворит такой, а все позади. Вы там все позади, а я впереди. Нет. Фаворит в том, ты впереди самого себя находишься. Ты борешься со своей посредственностью, с тем, что ты со своими какими-то усредненными планками. С тем, что ты не делаешь того, что бы ты мог делать в полной мере. То есть любимчику не нужно состязаться с другими и чего-то у других отнимать. Каждый старается пройти свой путь с теми ресурсами и обстоятельствами, которые для него приготовил Бог. Бог. Дальше. Давайте сейчас мы помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за Духа усыновления. Благодарим Тебя за Духа усыновления, Господь, которого ты нам даровал. А воочи, спасибо Тебе за Духа святого, Господь. Спасибо Тебе за Божью церковь, Отец. Спасибо Тебе, Иисус. А воочи, мы ищем Твоего лица в это утро и мы жаждем Тебя. Мы жаждем Тебя, мы нуждаемся в Тебе. Я нуждаюсь в Тебе, Иисус. Я нуждаюсь в Тебе, Господь. Наполни наши сердца этим Духом усыновления, Господь. Коснись нас, драгоценный Святой Дух. Удали всякое сиротство от нас, Господь. Удали всякое сиротство от нас. Во имя Иисуса Христа дай нам быть победителями в Твоем присутствии, Господь. Дай нам почувствовать себя сынами и дочерьми, Господь. Мы Твои сыны и дочери, Отец. Мы Твои сыны и дочери, Отче. Ты искупил нас, Ты избрал нас, Господь. И мы можем взывать к Тебе, Господь, Ава Отче, Ава Отче, Папочка. И мы можем также познавать, Господь, Твою красоту, как грозного великого царя. Мы можем познавать разные грани Твоего присутствия, Господь. Мы можем, Господь, двигаться в этой духовной прогрессии, от Сына до Отца, Господь, от Твоего сыновства и отрочества к юношеству и отцовству. Драгоценный Господь, нам сегодня так нужны эти отцы и матери в теле Христа, Господь, которые обратят сердца отцов к детям и сердца детей к отцам. Благослови, Господь, нашу церковь, чтобы это преемственность поколений, Господь, это наследие, оно было, Господь, нашей церкви, во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Избавь нас от всего того наследия, Господь, которое тянется из прошлого, Господь, от всех этих травм, от всех этих проклятий, Господь, от всех этих тяжелых жизненных обстоятельств и ситуаций, Господь, с которыми мы сталкивались. Дай нам войти в новое, Господь. Дай нам стать другими, а воочем, и исцели наши сердца, Господь. Благослови нас, Отец, во имя Иисуса. Тебе за все слава, Тебе за все честь, Тебе за все хвала, великий Бог. Слава Тебе. Слава Тебе. Мы поклоняемся Тебе, благодарим Тебя за Твое присутствие. Драгоценный Дух Святой. Свету можно? Отец, слава Тебе. Слава Тебе, Иисус. Я молюсь Тебе, чтобы Твоя исцеляющая сила, она действовала сегодня здесь, в этом собрании. Драгоценный Святой Дух, чтобы Ты исцелял сердца, Господь. Чтобы Ты исцелял сердца, Господь. Чтобы Ты избавлял Твой народ, Твоих детей от сиротского Духа, Отец. От всего того, что мешает нам двигаться в полноте, Господь. Что препятствует нам в познании Тебя, в близости, Господь. Иисус, слава Тебе. Прикоснись, Отец, прикоснись, Господь, прикоснись. Давайте будем с закрытыми глазами. Я прошу, те из вас, вот, кто наблюдает себе вот эти признаки сиротского духа, просто поднимите руку вверх. С закрытыми глазами все будем. я помолюсь, я молюсь Тебе, Боже, коснись этих людей, Отец. Коснись этих людей. Коснись воочию. Коснись, Господь, своей исцеляющей силой, Господь. Своей исцеляющей силой, Господь. во имя Иисуса, Отец, во имя Иисуса Христа. Коснись Твоей исцеляющей силой, Дух Святой. Дух Святой. Коснись, Господь. Я молюсь Тебе, коснись тех людей, для кого это является настоящей проблемой, Господь, настоящей бедой, Господь, тяжестью в сердце. Сражением, с которым они сталкиваются постоянно, из раза в раз, Господь. Коснись силой Духа Святого. Коснись, Иисус. Господь, я всего-навсего человек, и я не могу передать, Господь, всего того, кем Ты являешься. Кем Ты являешься, и кто Ты есть, Отец. Но я молю Тебя, чтобы люди Божьи не соприкоснулись с Тобой, Господь. Они познали Тебя, как Отца, Господь. Чтобы они были рождены от Тебя, Господь. И чтобы они знали Тебя. Знали Тебя, как Небесного Отца. Ведь много бед в нашей жизни, Господь, из-за того, что мы не знаем Тебя, как Отца, любящего, милосердного, доброго, человеколюбивого, многомилостивого, Бог всемогущий. Мы поклоняемся Тебе, мы любим Тебя, мы благословляем имя Твое. Слава Тебе, Иисус. Слава Тебе, Иисус. Слава Тебе, Иисус. Мы любим Тебя, благословляем Тебя. Я прошу Тебя, Дух Святой, укажи нам на безначального, покажи нам Отца, покажи нам Отца. Так же, как Ты показал Филиппу. Покажи нам Отца. Отца, Который никогда не предаст, Который подставит плечо в трудное время, Который будет любить нас, Который будет всегда с нами во все дни до скончания века, Который не осудит нас, Покажи нам Отца. Приблизь нас к Своему сердцу, Ава, Отче, со всеми нашими недостатками и достоинствами. Сделай нас близкими Тебе, Иисус. Я прошу Тебя. Я молю Тебя, восстанови эту связь поколений, обрати сердца отцов к детям и сердца детей к отцам. Господь, дай нам, как родителям, как духовным родителям, указывает людям на Тебя, на Тебя, Господь. Показывает Тебя, какой Ты есть, Иисус. Благослови, поднимай в церкви достойных отцов и матерей, Господь, знающих безначального. Поднимай таких людей. Мы так нуждаемся в таких людях. Мы так нуждаемся в таких людях, которые покажут нам этот путь, эту дорогу. Укажут нам на великого Бога. Благослови, Отец. И дай нам это наследие передать нашим детям, Господь. Чтобы они тоже увидели великого Бога, Отец. Великого Бога. Не по нашим словам, но чтобы они пережили реальное присутствие и силу Духа Святого. Реальные изменения от действия Твоего Слова и Твоего Духа, Отец. Во имя Иисуса Христа. Благослови нас. Благослови нас, Иисус. Поклоняемся Тебе. Поклоняемся Тебе. Иисус. 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 Возложите руки и начинайте молиться, чтобы Господь касался их. Господь силой Духа Святого коснись тех, кто нуждается в исцелении, потому что Твое Слово говорит, что Ты любящий и Ты милосердный, Отец. Ты любящий, Ты милосердный, Господь. И Ты силен исцелять, Господь, освобождать. Твоя мышца на ней сократилась, чтобы спасать, а ухо Твое не отяжелело, чтобы слышать. Мы никого не исцеляем, но Ты можешь, Господь, Ты силен. И я прошу Тебя, коснись Твоих детей. Коснись, Господь, тех, кто смотрит онлайн. Драгоценный Бог, коснись, Отец. У кого сложные взаимоотношения в семьях, поднимите, пожалуйста, руки. Поднимите, не стесняйтесь. Мы тоже будем молиться за Вас. Отец, я молю Тебя, Господь, коснись тех людей, у кого сложности во взаимоотношениях в семье, Господь, трудности, Господь, кто проходит через настоящую долину смертной тени, Отец. Коснись, Господь. Коснись, Отец. Коснись, Господь. Коснись. Пусть супруги, они познают безначального, пусть супруги, Господь, все свои печали обратят к Тебе, Господь, взыщут Тебя, Господь. Обратятся к Твоему Слову, Отец. Их брак будет восстановлен и исцелен, Отец. Во имя Иисуса Христа. Благослови, Отец. Благослови, драгоценный Господь. Благослови, Господь. Во имя Иисуса. Я также молюсь Тебе за тех людей, кто в последнее время переживал одиночество, Господь. И страх. Коснись, Отец. Коснись силой Духа Святого. Кто, Господь, переживал это одиночество, Господь. Кто чувствовал себя одним, одиноким в толпе людей, Господь. Коснись, Отец. Коснись, Отец. Коснись. Поговори с этими людьми. Поговори с этими людьми, Господь. Явим Свою любовь. Драгоценный Иисус. Мы любим Тебя. Мы поклоняемся Тебе. Иисус. 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 Аллалюрия. Слава Тебе. Слава Тебе. Аллалюрия. И я хочу Вам сказать тем из Вас, у кого есть это тяжелое наследие, Господь. У кого есть трудные взаимоотношения с родителями. Господь выведет Вас на свободу. Обязательно придут изменения в эту сферу. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса Христа. Слава Тебе. Кому-то из Вас нужно простить. Ваших родителей нет уже в живых. Но, может быть, Вы держите обиду на них. Может быть, Вы обижены. Они еще живы, но Вы разгневаны на какие-то их поступки, на какие-то их дела. Помолитесь, чтобы Бог утешил Ваше сердце. И дал Ваше сердце почтение. Почтение в отношении Ваших родителей. Благослови, Отец. Благослови, Господь. 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 Благослови, Господь.